Барнаул 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 больше 70 процентов это сибирь дальний восток северный кавказ крым значит и юг россии вот с этой точки зрения как бы разобравшись с этой проблемой очень легко объяснить и вторую составляющую когда мы говорим о градостроительстве термин который вы употребили правильнее говорит все-таки градостроительная деятельность существует города как объект в приложении этой деятельности которых мы живем и вот наша основная задача делать города хорошими благополучными а внутри находятся здания и сооружений которые являются объектами капитального строительства и мы в большинстве занимаемся на самом деле частью проблемы если смотреть на градостроительную деятельность в целом то она делится как бы на три этапа первое это градостроительство туда входит известное сейчас вот направление комплексное развитие территории территориальное планирование градостроительное зонирование планировка территории градостроительное проектирование то есть то что генпланы мы делаем межевания, улицы, благоустройства. Вторая часть проблемы – это изыскание, проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт. Это второй блок городостроительной деятельности. Он непрерывно вытекает из первого блока, но применительно уже к отдельным объектам. И третий блок – это как бы его обычно называем ЖКХ. То есть это эксплуатация зданий, сооружений. Если они аварийные, их сносят, ликвидируют. Если это реконструкция территории, тоже проводятся определенные мероприятия. То есть именно тенденции заключаются в том, что сегодня смотреть на город, как на объект градостроительной деятельности, который должен обеспечить комфортность и устойчивое развитие. А устойчивое развитие, как раз основной термин по городкодексу – это безопасность граждан. Поэтому сейсмобезопасность и градостроительная деятельность, они очень непосредственно связаны. Какими исследованиями сегодня занимаетесь вы и ваша команда международной научной школы, сейсмическая безопасность сооружений и городов? А также какие результаты исследований и научных наработок применяются в строительстве? В структуре Минстроя существует несколько центров, в том числе наш институт СНИП Минстроя России, у которых есть свои полномочия определенные. Это государственный, так сказать, инструмент решения проблем. Чем они занимаются? Занимаются, как правило, научными и прикладными перспективными исследованиями, в том числе включая проектирование, изыскание и все остальное, поддерживают проектировщиков-строителей, выполняем мы все виды расчетов, аналитических оценок, разрабатываем целевые программы, реализуем, принимаем в них участие, комплексные проекты. Ну и сейчас очень востребованным направлением является экспертно-аналитическая и экспертная деятельность. Вот этим всем мы занимаемся. По сути дела, мы занимаем определенную нишу. Наша основная задача – помогать проектировщикам и строителям грамотно, эффективно и экономично решать задачи. Но сейчас одна из задач является импортозамещение, мы тоже ею занимаемся. А вот способна ли Россия использовать весь свой потенциал, не опираясь на какие-то… не опираясь на западный опыт? Тем более, что сейчас Запад, так скажем, несколько закрывается от нас. Ну, Запад закрывается, но научное сообщество и как раз наши Евразийские ассоциации, такие аналогичные объединения, это инструментарий для того, чтобы обмениваться опытом в рамках таких семинаров, которые конференции, форумов, которые проходят сейчас на Алтае, у нас они регулярно проходят сейчас будет в Дагестане, в Грозном, в Казахстане, на других территориях, значит, в Азербайджане. И в результате, так или иначе, обмен опытом и разработками происходят. Что касается нашего потенциала, здесь уникальные ситуации. Старые разработки советских ученых на самом деле применяются и расширены, на самом деле очень эффективно применялись Западом. Ничего большого сверхъестественного они не придумали, они просто совершенствовали. Есть, конечно, очень интересные направления, которые выходят в связи с цифровизацией и все остальное. Но мы сегодня владеем всем этим инструментарием и на форуме, кстати, покажем об этом на примере вот объекта, который у вас расположен на территории, сложные объекты и уникальные здания, многофункциональные здания центра на набережной по улице Баварина. Там вот как раз применены все технологии, которые, в принципе, применяются в других регионах, Лахта-центре, Москва-сити, и на Западе примерно такие же технологии используются. То есть в области высотного строительства, в принципе, Россия, я так понимаю, может опираться и на собственный опыт? Да, вопрос в другом чуть-чуть. Сможем ли мы умножить эти разработки, опираясь на них, и одновременно быть лидерами и сохранить, восстановить больше, я бы сказал, свое научное лидерство в этом направлении среди стран СНГ, в первую очередь, и ближнего и дальнего зарубежья, на которые, на сотрудничество, с которыми ориентируется сегодня наше руководство страны? То есть все-таки тогда что для этого нужно? Просто работать, просто вместе работать, интересные проекты делать совместно с проектировщиками, обучать, просвещать проектировщиков, помогать им в этом, делать школьные. Совместно с зарубежными или только вот исключительно? А зарубежные так или иначе участвуют? В своем котле. Ну, смотрите, тут принцип очень простой. Если им запрещают в прямую, то есть публикации, которые нужно изучать. Просто мы сегодня поменялись местами. Раньше мы были за тридцать страной, и у нас брали эти все наработки. Вот, патенты и все остальное изучали. Теперь нам придется каким-то образом стремиться восстановить то, что было при Советском Союзе, так или иначе. То есть изучать опыт других и применять его у себя. Мы постараемся этим заниматься. Ну, а вот если мы представим, Россия, в принципе, на ваш взгляд, она может побить мировой рекорд по высотности зданий? Мне кажется, что это некорректная постановка вопроса. А зачем? То есть, в принципе, построить здание выше, чем в Дубае, большой центр. Ну, есть такие амбиции у наших коллег, например, на юге России. Они там обоснованы, на мой взгляд, потому что это вопрос, в общем-то, работы для архитектора, для творческой мысли. Я думаю, что к этому нужно стремиться, как идею использовать. В конструктивном плане мы не видим проблем, потому что высотность зданий на конструктивную безопасность не влияет. Там возникает много другого рода проблем. Насколько это нужно в качестве точки роста на территории. Второй момент, значит, там будут вопросы технологические, лифты, все остальное, значит, их нужно решать. А это, с одной стороны, прогресс, с другой стороны, вопрос, если эти высотные здания одно на территории, то это вопрос издержек экономики. На самом деле, высотное строительство – это вопрос экономики. То есть, амбиции экономики. Если у вас есть амбиции, и вы достаточно финансовых средств, то мы построим здание, запроектируем наши архитекторы с участием зарубежных, там, идущих архитекторов можем, не хуже, не лучше. Кстати, рекомендую просто ознакомиться с опытом Грозного. У них сейчас это направление очень активно развивается, и мы приглашаем специалистов поучаствовать в форуме, который у них будет, градостроительный второй форум международный, в апреле месяце. И там, как видно, это есть личные амбиции конкретных архитекторов, поддержанные администрациями, которые вписываются в градостроительное развитие территории. А я думаю, что не во всех регионах просто это нужно. Ну вот если мы возьмем Алтайский край, Барнаул в частности, на ваш взгляд, стоит ли нам стремиться к высотности, учитывая, что, ну вот, с ваших слов, высотность – это определенный такой экономический показатель? Ну, с учетом этого характера, безусловно, стоит. Я вот, например, вчера въезжал в ваш город и посмотрел, где находится будет наш объект. То есть с точки зрения, давайте возьмем, скажем, сами себе правду. А, значит, высотное строительство, есть у него и противники, и, так сказать, и союзники. Союзники объяснил, с чем это связано. Но дело в том, что нужно понимать, что высотные здания – это точки роста. Они и подземные строители. Это тенденции современного архитектурного, так сказать, движения. Но вот у вас уже высотные здания возвестены. Ну, не высотные, а многоэтажные. А теперь, получается, они находятся в хаосе. Я вот посмотрел вот это здание, которое с набережной. Я вот вчера совсем по-другому на эту проблему посмотрел. Оно подчеркнет, на самом деле, архитектурный облик въезда в столицу. А если участвовать, что Барнаул развивается как агломерация, то у вас сразу рядом есть агломерация, то, по сути дела, они являются воротами. Если это грамотно сработать, и архитектурный облик – сейчас есть постановление, которое будет скоро выйдно – архитектурный облик будет, вот идея самого въезда, ворот, значит, концентрация вот этих моментов, значит, оно будет, мне кажется, для Барнаульской агломерации полезно. Вопрос, стоит ли строить выше того, что сегодня 100 метров, 125. У вас здание, кстати, особо уникальное, потому что по требованию город-кодеса это свыше 100 метров. Это интересный объект. И здесь, конечно, мог, например, заказчик сэкономить и сделать его там условно до 100 метров, он бы, наверное, сэкономил. Но здесь было принято именно архитектурно-разумное решение. Он добавил чуть-чуть высоты, это стоило ему и сдержек определенных, но оно было востребовано с архитектурной точки зрения. И если будет реализована та идея, которую коллеги мои, проектировщики, поставили себе, и дальше будет градостроительный план развиваться в том направлении, о котором мы говорим, развитие у вас набережной, вот этих всех вещей, это, конечно, может дать определенный эффект. Достаточно ознакомиться с опытом Екатеринбурга. В 2014 году они начали проводить градостроительные форумы именно высотного строительства. И в результате у них появились такие опорные точки высотных зданий, которые являются сегодня их визитными карточками. Это, например, центр Высоцкого, который они, всех гостей приглашают, другие центры. Главное, чтобы это совпадало с теми тенденциями, которые будут запланированы в росте барнаургской агломерации. Вот визитная карточка, внешний облик, это все, конечно, понятно. Но что можно в этом смысле сказать об особенностях рельефа, грунтов? Смотрите, плохие грунты, рельеф – это некие издержки. То есть они, по сути дела, удорожают строительство. И для нас это, как для конструкторов, я конструктор все-таки в первую очередь, кроме того, что эксперт, для нас это вопрос просто дополнительных конструктивных мероприятий и безопасности. Если они определены, и рельеф может быть использован в качестве архитектурной формы, выразительности, а вот плохие условия грунтовые, их нужно решать. И они решаются, в общем-то, известными методами, мы ими владеем, и проектировщики тоже. Ну, то есть в Барнауле, если мы говорим о том, что мы будем расти ввысь, без вмешательства особых специалистов не обойтись, то есть они нужны? Здесь четкая градация. До 100 метров на сегодняшний момент нет ограничений, проектировщики справятся. Конечно, хорошо бы их консультировать, помогать им, но я думаю, что здесь они справятся самостоятельно в большинстве случаев. Тем более сейчас, накопив опыт на этом объекте, как минимум те ребята, которые с нами работали. А есть, конечно, специальные вещи, вот, например, как строительство в пойме, где грунты плохие. Там бывают вот такие объекты, когда вот мы больше сталкиваемся, это на самом деле на юге России, когда там особые, там, скальные условия, там, провальные грунты, карсты. Я думаю, что таких проблем нет в Барнауле, как в других регионах, более серьезные. Здесь в основном это связано с грунтами. У вас очень хорошая кафедра в Алтай-ГТУ. Специалисты, руководители кафедры, значит, и специалисты, они являются членами РОИМГИФ, Российского общества биомеханики грунтов, и вполне справятся с этими проблемами. Ну вот еще такое есть распространенное мнение о том, что небоскребы, они на самом-то деле ухудшают внешний облик городов и вообще как-то давят на людей, и что жить-то в таких городах не очень-то комфортно. Что вы можете сказать по этому поводу? Знаете, у меня есть друзья, мы с ними постоянно спорим на эту тему, при том, друзья, есть и специалисты, и есть обычные граждане, которые живут в определенных местах. На самом деле, имеют прямо противоположные, значит, мнения. Многие любят жить в таких городах. Самое главное, чтобы там была обеспечена комфортность. Это, значит, при ветре, при других вещах, не раскачивал здание и все остальное. Это у нас нормируется. А кто-то не хочет этого. Ну, например, с моей точки зрения, такое нагромождение, как Москва-Сити, но там была другая цель. Там было просто сконцентрировать большие моменты, значит, в этом центре. Она может быть как раз вот такие вот центры, они неудобны для проживания. Но в Парнауле просто эта задача не ставится. Здесь будут здания, ну, как мне кажется, подчеркивать архитектурный облик и станут основой для будущего развития этого города. Ну, нужно и смотреть, чтобы это было. Может быть, не высотные здания. Вот я думаю, что предел на всякий случай, наверное, не более 150 метров смысла больше нет. И большинство городов российских, на самом деле, на этом останавливается. А насколько вообще за последнее время вот такие высотные здания стали безопаснее? Ну, какие нововведения помогают их делать автономными, удобными для проживания? Завтра будет очень интересный доклад специалиста по пожарной безопасности, нашего эксперта, значит, Ревентова Андрея Николаевича. Он как раз на этих аспектах остановится, чисто с пожарной точки зрения. В основном часто возникают вопросы пожарной безопасности. В первую очередь эвакуация, другие вопросы. Значит, они решаются достаточно эффективно, потому что опыт высотного строительства уже достаточно активный. СТУ много разработан в спецтехусловии, они прошли через это, есть стандарты, развиваются. Вторая проблема, мне кажется, это фасады. Тут вопрос о безопасности и красоты фасадов, и съемности потом их, и ремонта. Это тоже очень интересный фактор. Он тоже решается сегодня. Есть фасадный союз, профессиональное объединение, которое очень занято этой проблемой и помогает решать. Значит, с нашей точки конструктивной безопасности, расчетов, моделирования воздействий, снега там, ну, если это какие-то протяженные здания, ветра, значит, они сегодня решены достаточно эффективно. И с этой точки зрения безопасность здания, если заказчик имеет амбиции, но не хочет тратить деньги, тогда это становится несколько, так сказать, критичным. А если он, в принципе, соблюдает все законодательство в области безопасности, все будет в порядке. Вкладывается, все будет нормально. На самом деле, это минимаксная задача, которую стоит решать комплексно. Какие еще вопросы на предстоящей конференции будут обсуждаться, и какие темы вы бы выделили особенно? Ну, актуальные может быть несколько тем. Тема номер один. Сейчас есть специальное распоряжение президента Владимира Владимировича Путина, значит, о том, чтобы в сейсмических опасных районах выделить объекты и привязать фактор сейсмической безопасности, а я бы назвал его больше комплексной природотехногенной безопасности, как сказать, секундификации объектов. То есть, по сути дела, мы видим, что в ближайшее время, ну, вот знаете, есть зеленые сертификаты, скорее всего, будет сертификация по безопасности объектов проходить, по комплексной. Но в первую очередь сейсмобезопасность. Для этого нужно провести определенные исследования и сделать это, но администрации регионов могут эту работу начать. Почему это интересно? Дело в том, что мы сегодня стоим все равно перед проблемой реконструкции и реновации центральных частей городов. Если брать отдельные здания, они могут казаться людям, в общем-то, эффективны, и все остальное, но в целом застройка, благодаря одному объекту внутри застройки, даже если он будет усилен, в принципе, не меняет концептуальной безопасности этой площади. Ну, разъезды, если вдруг происходят какие-то стихи, поэтому эта тема очень интересна. Она правильно обозначена, ее нужно решать. Это паспортизация и оценка сейсмодефицита или дефицита безопасности. Вторая тема – мы живем в век цифровизации. По сути дела, уже сегодня, ну, я думаю, что через пять лет нас ждут цифровые двойники и, значит, здания и сооружения. А что такое цифровой двойник? Это, по сути дела, электронная копия здания в режиме его жизни. Сейчас, к сожалению, профессиональное сообщество озаботилось чисто формальной стороной этого вопроса. То есть, чертежи, вревит и все остальное, и рисуют там конструкции, архитектуры. Ну, на самом деле, наши конструкторы и расчетчики, завтра вот будут они выступать, они близки к этой теме. То есть, мы можем сделать расчетную модель на нее, как бы я вижу расчетную модель, это скелет здания. На нее накладываются мышцы, то, что может меняться там, адаптироваться, подкачиваться, меняться фасады. И вот этот цифровой паспорт, ну, вместе с всем, он может меняться со временем. Пару лет назад в нашем регионе подняли нормы по сейсмоустойчивости. И, вот так, скажем, такие повышенные баллы, да, они в Алтайском крае, в Барнауле, особенно больно ударили по объектам соцкультбыта, по памятникам архитектуры, которые требуют реставрации. Вот, как вы считаете, оправдано ли было их повышение? Мне кажется, эта проблема несколько надумана. Объясню, почему. На самом деле, вы, наверное, говорите о двухеденной, так сказать, толковании. Дело в том, что появились некие карты, другие, чем нормативные, которые попытались утвердить, в которых барнаульская агромерация, ну, и все, что касалось этого региона, значит, попала более в высокие, значит, сейсмики. На самом деле, эти карты не являются определяющими при проектировании. И если грамотно проводится изыскание, все эти вопросы можно уточнить и скорректировать. Кстати, скажу вам, что этот вопрос, в общем-то, решен сейчас благодаря, в том числе, вашему СРО деятельности. Положительно, значит, этот вопрос не является актуальным. Все стоит как есть. Российская Академия Наук, значит, сказала, что можно применять все, что угодно, и сказала, главное, при правильной обработке и алгоритмах принятия решения. То есть, в принципе, карты отличаются. По одному методике сделаны, отличаются только одним. Какие факторы учитывали в исходных данных? В результате получилось больше или меньше? Это был чисто, ну, такой ход для того, чтобы некоторые изыскатели могли на этом заработать. Понятно. А вот вторая проблема. Есть у нас в нормах ограничение этажности, требования по зданиям. Я вам скажу, на самом деле, не нужно бояться этой проблемы. Пусть к нам обратятся. У нас сейчас есть очень положительный опыт решения этих проблем. Если есть необходимость построить строительство зданий с повышенной этажностью в сейсмических районах или разъяснение по этим вопросам, нужно сделать просто обоснование и правильно сказать, почему мы принимаем тот или иной вариант. Существует легенда, последний вопрос, что при изменении сейсмичности стоимость строительства возрастает там на несколько десятков процентов. Нет, я вам как эксперт скажу, что в переходе с шести на седьмебальную зону экономический эффект не сильный, ну, то есть экономическая разница. Вопрос только, мы применяем минимальные, если конструктивные мероприятия предпринимем, то, по сути дела, на экономику это не влияет, потому что несущий контраст составляет 40%, если там на 2% удорожает, это совсем ничего в сторону безопасности. По сути дела, проблема в простом. Добавьте одну стену или сделайте какие-то минимальные конструктивные мероприятия, у вас будет все работать. То есть на будущее, на всякий случай, обезопасность. Кстати, в республике Алтай эта проблема была актуальной. Почему? Потому что здания были не сейсмостойкими, а сразу оценили на 9. Мне кажется, что и в результате строя не сейсмостойкие здания, они, значит, сразу попали в очень сложные условия. А здесь у вас, получается, просто нужно чуть-чуть поменять, будем так сказать, культуру проектирования, и ребята начнут уже сегодня правильно делать минимальные конструктивные мероприятия, которые произойдут в экономике незаметно. Менять культуру поведения, проектирования. Проектирование. Очень интересно. Вот у вас огромный опыт в области градостроительной деятельности, больше 40 лет. На ваших глазах, можно сказать, страна, наши города меняли облик. Вот насколько он изменился со времен СССР, какие тенденции этому способствовали? И вот сегодня, что нас, во-первых, ждет, да, в скором будущем, и вот сегодня, как вам кажется, мы все еще оглядываемся на Запад или все-таки мы в поиске собственного пути? Ну, что значит оглядываться? Мы смотрим по сторонам и двигаемся вперед к своей цели. Проблема в чем? Не забывать, что у нас есть. Это каждый регион, например, здесь есть интересный, мы в свое время разработали проект «Алтайская деревня», будем так называть. То есть, вот, если вы знаете на Западе, то есть это строительство тех же деревень, в которых есть ярко выраженные объекты до пяти этажей, из деревянных, например, конструкций, и все остальное, значит, они строятся. И малоэтажные застройки. Для чего это сделано высотное здание? Ну, подчеркнуть облик администрации. Там рядом с церковью они обычно стоят, ну, а церковь не должна быть ниже. А, например, этот опыт очень интересен, просто комплексные конструкции, нужно его перенимать. Что касается, я езжу много по нашей стране, и в последнее время мне удалось посмотреть, на самом деле, критически. Например, Грозный, который отстраивался после военных действий, и тенденции, которые там есть. Ну, вот сейчас мы Барнаул увидели, видел Иркутск, видел Новосибирск. Города на самом деле изменяются. И скажу вам честно, там, где меньше всего новоделов, там больше шансов, что все будет хорошо. А сейчас в том направлении, в котором Минстрой наш занимается, комплексное развитие территории, архитектурный облик, объекты, все это отрегулировать, я думаю, что у нас есть хорошие перспективы и шансы выстроить. А если уже застроена территория, вот здесь самый сложный момент, как разруливать эту ситуацию, как договариваться с жильцами. И вот здесь вопросы, у нас есть определенные предложения, но это не тема сегодняшнего нашего заседания, ну, в смысле, нашей беседы. Так вот, и как же нам тогда выстраивать такую стратегическую городостроительную политику, чтобы, с одной стороны, новые объекты, они были инвест-привлекательные, они были привлекательны для застройщиков, с другой стороны, были и удобные, и комфортные, людям нравились, и повышали визуальную культуру, скажем так, населения. Смотрите, вот есть у нас мероприятия организационные, будем так сказать, ну, будем так сказать, административные, организационные и технические. За технические мы отвечаем, там, когда к нам обратятся, ну, часто мы реагируем просто на ситуацию, к нам приходят и говорят, вот сделали тот, тот, спасайте. Ну, как врачи. А мне кажется, что проблемы глубже. Ну, во-первых, например, есть, если мы развиваем барнаульную агломерацию, нужно четко сказать, чтобы развиваем агломерацию, а не границы города. Тогда у нас тенденция проектирования будет другая, меняется подход. Второе, мне кажется, что в университете, вот мы будем встречаться, я обозначу этот вопрос, нужно развивать градостроительную составляющую, обучение, просвещение всех специалистов. То есть мы строим города, а не отдельные объекты. И с этой точки есть такое понятие стратегическое плодирование и городов. Тогда в этой ситуации нужно уже понимать, какой должен быть город. И вот архитектурный облик города, не отдельного объекта, а города. И мы видим, ставим себе точки, вот это надо сохранить, вот это сохранить при любых условиях, вот это при частных условиях. И это должен заниматься градостроительный совет. Но в чем недостатки всех местных градостроительных советов? Туда входят специалисты, которые работают на этой территории, и у них есть, ну, мягко говоря, свои личные интересы. То есть чисто профессиональные, они защищают интересы определенных групп. И мне кажется, что постановка должна быть другая. Городостроительный совет с привлечением экспертов с других регионов, которые имеют опыт в этом направлении. То есть городостроительная составляющая обучения, второй момент, или такое мышление, второй момент очень важный, именно организационно-техническое обеспечение. И мне кажется, что сегодня администрации пора вместо СРО, с профессиональным сообществом, у вас они очень сильные, хорошие организации, заняться восстановлением некоторых территориальных стандартов. Сейчас для этого появились условия. Скажу вам как. Дело в том, что развивается такое направление, как стандарты организации. Это уже объявленный тренд. И мы можем разрабатывать, например, региональный стандарт кортирования, зонирования территории, региональный стандарт комплексного развития территории для Алтайского края. И утверждать их, например, совместно, там, группой компаний, консорсум, который делает этот стандарт и применяет его для территории, ну, в рамках, например, стандарта СРО, который признают все. И таким образом появятся некие такие инструментарии, достаточно серьезные, чтобы решать эти проблемы. Рустам Таганович, и в завершении интервью, вы наверняка уже прошлись по Барнаулу, у вас сложились какие-то первые впечатления. Вот какие они? Поделитесь. Ну, Барнаул для меня не новый город. Вчера специально прошелся по городу и сравнил его с двумя городами, если позволите мне. С одной стороны, Баку, ну, то есть в перспективе развития, будем так говорить, как некие центры, Алматы и Грозный, и ваш город. Вот скажу, меня очень радостно удивило в том, что в свое время ваши специалисты, ваши городостроители заложили ресурс в город. Ресурс в город – это правильное расположение основных улиц, правильная компоновка, планировка, которая, конечно, немножко портится различными моментами, ну, о них отдельно можно поговорить, но ввиду того, что, например, у вас не было больших, мощных инвестиций частных, и частных людей, которые лоббировали свои интересы, строили там высотки, где попало там, получая класть все к земле, у вас ситуация более благоприятная, чем в Алматы. Она больше похожа на Баку, где есть сохранение старого и рост нового. Ну, и мне кажется, что с точки зрения высотного, какого-то строительства, индивидуального строительства, может быть полезен опыт города Грозного. На сегодняшний момент это развивающийся город, с точки зрения комплексной застройки территории, это когда в рамках комплексной застройки, если есть определенные участки, есть такие знаковые объекты, точки роста, вокруг них решается инфраструктура, ну, то есть чисто правильный подход к городостроительству. Мне кажется, что у вас, не знаю, как другие города, я не буду сравнивать там с Иркутском, с другими городами, но вот в рамках сравнения с этим городом ситуация более благоприятная, на мой взгляд, для решения этих проблем. Спасибо большое за эту беседу, а я напомню, что о развитии городостроительной деятельности на Алтай мы сегодня разговаривали с председателем Координационного совета Евразийской сейсмоассоциации Рустамом Акбеевым. До свидания.